Заскварный рэп. Как относишься к Паши Технику? Видела его творчество? Паша Технику очень знакомо что-то. Но не слушала его треки, клипы не видела. Почему-то я его слушала много раз по звуку, но не могу согласиться только. А каких знаешь прикольных девчонок из рэпа, которые читают рэп? Прям так, сразу кто в память придет? Оля Заноза, только я. Ага. Не, на самом деле есть куча крутых девчонок, но Кидропонка, например, была, Кендра, которая читала САКО-47. Но сейчас нет девочек, которые читают нормальный лютый рэпачок, который сиделят, которые, ну, в таком стиле, в который я преподаю, их нет. Сейчас вот 14 декабря мы будем соревноваться на Miss the Glam Brand Music. Там девчонки, получается, Катар, это Miss Cake, дуэт, Летте, Латте, две девчонки. Я, честно, не знаю, но раз они пришли отбор, то, наверное, они крутые. Все такое. Посмотрим, как победить сильнейших. Ага. Ну, смотри, судя по тебе, вообще, ты, как я заметил, человек активный. Почему тебе нравится именно безактивный рэп? Я человек активный? Ага. Ну, кто ты взял, что мне нравится безактивный рэп? Ну, кого-то там перечислила. Кендра, Губ, кто-то там еще. Ну. Это, в принципе, такой, а более пассивный рэп. Да ладно. А тебе бы более что-то такое протестное подошло бы? Прям за все хорошее против всего плохого. Я протестую, да. Я читаю вообще, на самом деле, по четырех разных стилях. Это новая школа, старая школа, андеграунд, лирика, трэп. Вот. И я ищу себя, как в свое время искала себя Дженнис Лопес. Я хайпую, как Мадонна. Я девочка, не знающая о рамах и границах. Я экспериментирую во всем. А скажи, три плюса новой школы и три минуса новой школы? Плюсы новой школы в том, что это стильно, круто, молодежно, новое, хайково, брендовое, необычное. Ну, просто на уровне молодежи это стильно и круто. А старая андеграундская школа, это когда ты читаешь о жизни, читаешь о душе, читаешь о том, что люди могут проникнуться и услышать. Вот это круто. Хорошо, теперь три минуса новой школы. Минусы? Ну, а в чем они? А в чем? Какие плохие моменты в новой школе? Например, это понты, например, это что еще? Панты один, еще два. Да, я даже не знаю, что ты. Знаешь, как когда-то говорил рэпер Шок, а рэп без понтов это беспонтовый рэп. Согласна ли ты с этим? Я согласна. А ты делаешь беспонтовый рэп? Нет. Тебе нравится беспонтовый рэп? Ага. Но понты это плохо. Ага. Прекинь. Хорошо. Ага. Субтитры сделал DimaTorzok